всем привет и добро пожаловать silent hill мы продолжаем наше прохождение извините что так заставил вас ждать дело в том что я приболел я приболел и себя не очень хорошо чувствую но я постараюсь постараюсь сегодня сильно не тупить именно по этой причине я сейчас пока не записываю bloodborn потому что там нужно больше так сказать реакции энергии поэтому я сейчас пока не состоянии это делать на самом хил думаю что сил мне хватит и так на чем мы закончили прошлую серию так я по ему взял медальон насколько я помню да золотой медальон и мне сейчас нужно вставить его в часовую башню так нужно вспомнить управление так я уже настолько давно играл что вы даже управление забыл так как прицеливаться и так почему-то у меня слетела одна кнопка управления но я совсем разобрался и готов идти в путь насколько я помню я здесь совсем уже разобрался так нам нужно вставить медальон чтобы изменить время золотое солнце и давать посмотри сколько у нас времечко дверь башни по-прежнему заперта стрелки остановились на 12 часах это означает что нам пора пойти позаниматься музыкой ну давайте все таки на всякий случай сверимся с нашим журналом так я уже не помню какой из них 12 часов вместо звуков и песен серебряная медаль именно там мы сможем получить так дайте еще раз я посмотрю на свою карту до в левой части учительский заперты туалетах там ничего нет а нам нужно подняться на второй этаж и лучше сделать это через правый нижний пролет лестничный пролет так здесь не всех убивал поэтому нужно быть очень осторожным и не тормозить так ну ладно в принципе патронов у меня достаточно можно и пострелять немножко хватит уже как маленькому зайчику от них бегать насколько я помню что самое обидное это то что даже после того как я их убиваю и делаю определенные вещи то есть продвигаясь дальше по игре то возвращаясь те же самые коридоры они опять появляются так в этом коридоре помощи не были и очень много надо быстрее забегать да что ты горит гарри гарри почему-то не сработала мне кнопка входа в дверь да блин управление немножко непривычно после современных игр игр играть в ретро так как здесь управление сами короче попробуйте поиграть и поймете о чем я так ну ладно все таки пришлось мне их прикончить кто это я-то помню кто это наверное ухты что написано внимание не забывайте забирать вещи из шкафчиков после окончания занятий обычная для начальной школы доска объявления ничего особенного запрещено бегать или играть в раздевалки только хотел сказать что звук прекратился но нифига а уж страшно на самом деле просто кошка интересно как она открыла дверь внутри ничего нет вся эта школа и события происходящие в ней это как я уже говорю ранее вся игра построена воспоминаниях блин ну откуда тут взялся возможно их тут и было изначально трое просто я одному из них один из них прятался вдалеке но мы слышали когда выбежал окошка как будто и кто-то съел на это он и был итак кабинет музыки и пение и это самая жесткая загадка в игре над которой ломали головы не один десяток а то и сотня игроков в свое времени своего времени когда только эта игра вышла на достаточно один тогда еще не было интернета а если он у кого-то и был то он ужасно был дорогой и далеком девяносто седьмом году играя в пиратскую версию этой игры не никто не мог понять как решить эту гололомку даже с хорошим переводом это не с первого раза понятно написано кровью сказка о безголосых птицах взлетает первым алчный пеликан что жаждет больше всех награды бьет воздух белым он крылом а тихий голубь обогнал его и мимо пеликана пролетел так далеко как только мог а вслед им черный ворон парит он выше голубя чтоб показать что он сильней за ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей и после всех ленивая ворона садится только лишь взлетев зевнувшим мирно засыпает кто птицам путь определит кто голоса даст безголосым кто больше птиц награды ждет серебряные награды и здесь вот самое в чем западло да ну вот как бы стих он должен подсказывать какой последователь какие клавиши нажимать то есть белые птицы понятно это белый клавиш черные птицы понятно что это черный клавиш но самое главное это загвоздка этого и этого ребуса это то что мы не замечали самого главного некоторые клавиши испачканы кровью чтобы это могло значить проверить рояль здесь есть как работающий так и не работающий клавиши и мы конечно же по логике вещей пытались сыграть на именно на рабочих клавишах но не замечали самого главного что песня называется песня о безголосых птицах то есть логически тогда нужно найти пять клавиш которые не работают потому что птиц всего пять и сыграть на них то есть получается не работает у нас белая вторая белая шестая и и белая седьмая из черных у нас не работает самая крайняя правая и и самая крайняя левая это две черные вороны и если вы проследите логику кто и как идет то есть белые белые черные белый черный по моему такой последователь и то есть нам нужно теперь подобрать то есть повторяться клавиш понятно не могут то есть белый белый черный белый черный то есть такой последовательность нужно нажать клавиш. Потом нужно определить, кто кого обгонял, кто где сел и, в общем, кто рядом с кем сел. Если вы все это проследите, то, в принципе, уже несложно будет догадаться. Самое главное здесь будет догадаться, это именно, что нужно играть на беззвучных клавишах. И с пиратским переводом это было очень сложно сделать на самом деле. Ну так, первый пеликан посередине между белыми двумя, потому что... Вот он первый. Потому что его потом обгоняет, по-моему, голубь. То есть, следующие за ним клавиши. Рядом с ним садится, по-моему, ворона. То есть, это черная клавиша сверху. Ну и здесь уже легко догадаться, остается только белая и черная, в принципе. То есть, белая вот эта и черная вот эта. И мы не решаем загадку, очень странно. Так, ну, нужно прочитать заново. Значит, я что-то упустил. Или что-то забыл. Так, слетает первый алчный пеликан. Что ж, дождит больше всех награды. Бьет воздух белым он крылом. Тихий голубь обогнал. То есть, белый-белый голубь тоже белый. И мимо пеликана пролетел. Так далеко, как только смог. То есть, крайняя правая. То есть, значит, начинаем с крайней левой, наверное. Так, сейчас, секунду. Вслед черный ворон парит выше голубя. То есть, выше голубя, все правильно. Крайняя точно белая и потом черная над ней. За ним белоснежный лебедь. Так, давайте еще раз попробуем. Так. Нет, значит, две первые я неправильно нажимаю. То есть, получается, тогда у нас вот так вот идет. Так, вот он обгоняет другое место. Так. Потом белое и потом черное. Да. Немножко я с белыми клавишами запутался. Ну аж мы получаем тем временем серебряный медальон. На его поверхности вытравлено изображение часовой башни. Найден в музыкальном классе. Так, ну теперь нам нужно вернуться. Так. Правильно ли я направление взял? Да. Пометил раздевалку вопросительным знаком. А, блин. Да, е-мое, ты как знал, что я здесь пойду, да? Засранец ты. Я же убивал. Я же, вот о чем я и говорил, что... Вроде я их убиваю. Кстати, у меня уже жизни... Наверное, мало. Но они все равно сволочи. Возрождаются и возрождаются. Да, и даже здесь теперь они появились. Где их раньше вообще не было. Это было безопасное местечко мое. Переведи прицел. Гарри. Гарри, что ж ты творишь-то? Да бей ты уже его. Вот твою мать, коллега, а. Топчи. Великий топотун. На тебе. Промеж глаз. Если присмотреться, то у них можно увидеть маленькие груди. Это, возможно, маленькие девочки. Что-то как-то неудачно я вышел. Патронов уже тем временем всего 49. Нужно уже заканчивать с расстрелом. Так, ладно, сохранимся. Переведем немножко духу. Так, мы получили вторую. Вторую медальку. Да! Да какого хрена? Не голова, а сплошной рот. Ну, хоть здесь никто не появился, и на этом спасибо. Так. И... Нам осталось сделать последнее Вещь, это разбудить Голодного зверя Начинает играть Страшный музык опять Так, нет, это список учителей Можно было посмотреть на время, но там сейчас Пять вечера Часы показывают И настала пора Нет, это не то, алхимия Пять часов Тьма, что приносит удушливое пекло Треск пламени, тишину разрывая Будет голодного зверя Времени двери открой Добычу ему приведи Окей Чтобы открыть дверь Часовой башню нужно разбудить зверя Так, камера Опять придется сюда отбегать Нам нужно в подвал Как ни странно, но подвал здесь самое, наверное, безопасное место По крайней мере В данный момент Никого нет Так, и Загорелась лампа Да, похоже, этот звук ассоциировался у маленькой девочки Как с криком какого-то зверя Странно Странно Тихо Ага Не обольщайся Так, ну что ж Нам пора в часовую башню Как Алиса в Стране Чудес Звуки сирен Различные банки Скорее всего, это медикаменты Продолжение следует... Keep out Да, Гарри, ты вроде как и здесь И не совсем здесь Идет дождь Играет Замечательная музыка И Карта Осталась прежней, но Все заметки Исчезли И На земле у нас Любуется Печать Метатрона По-моему, так она называется Закрыта Закрыта с другой стороны Ну что ж, нам не остается как Другого выбора Как идти с другом Во вторую дверь Больше здесь дверей нет И У меня большое подозрение, что Да Что здесь так просто все Не пройдет, блин Шустрый, а, парень Точнее, скорее всего, девочка Сдохни Сдохни Так, мне нужны патроны Отличнейший интерьер Так, надо бы Начинать гасить свет, похоже Иначе у меня Закончатся патроны 37 патронов Нужно контролировать их расход Очень радужно, что Мне дали аптечку И вентилятор Огромный вентилятор Если подойти слишком близко Может и затянуть Вентилятор имеет Большую роль Большое значение В серии Саундхилл на самом деле Мы их еще Встретим И не один раз Так, здесь О, наконец-то пачки патронов Ну что ж Мы попали в школу Только Как бы В альтернативный И ее вариант Как вы могли уже Это заметить Все стены покрыты Ржавчиной Кругом решетки И распятые мишки Это резиновый мячик Розовый детский мячик Светится в темноте Давайте глянем Спортзал Ну возможно В этот раз Нам получится Все-таки Посетить Этот несчастный Спортзал Да Нам это Удается Но Похоже Я несчастлив Что Мне это удалось Тихо Бегаем Тихо О Стоять Это я только что А, я бежал То есть это место И открыл Дверь с другой стороны Так Можно посетить Классы А, но Насколько я помню По-моему Мне сюда рановато Тут нужен Нет Открыто Окей Кровавленная Кабинка И Карты Это карточка С картинкой Взять ее Картинка На одной стороне Нарисован ключ На другой Три прямоугольника Карточка С картинкой Прямоугольная Карточка С изображением Ключа Найдена на столе В классе Среди других карт По столу Рассыпаны Карты Какие-то Одни тройки И тузы Так, ну что Посетим Второй класс Черт Бежим На хрен Что-то Как-то Мне Перехотелось Уже туда Идти Так Если выйти Здесь Ага То есть Вот так вот Да Вы решили Меня обмануть В этот раз Да Ну что ж Не прошел Фокус Коридор Перекрыли Гарри Все Отметил Молодец Гарри Так 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 Обойти Зайти Ну что ж Давайте попробуем Пробежать Уже исследовать Этот первый этаж Уже до конца Что ж поделаешь Придется Пробраться Между этими двумя Мы выключим свет И сделаем это Элегантно Так Блин Похоже Элегантно Аааа Три Четыре Мать твою Их тут Четыре Четыре Рыла Да блин Отстань О нет Меня убили Блин А где я после нас Сохранялся Очень далеко Так Ну Нам повезло Начали мы Не совсем С места сохранения А С места Когда мы переместились В школу В кошмарную Ну что ж Давайте попробуем Со второго раза Так Не пойду я пока туда Так Надо забрать Да блин Забыл Очень шустрые Свощи Так Сейчас Заберем Быстренько Шарик Так Тут у нас Смала Птечка Все правильно Птечка Патроны Та Я что второго Не добил Что Он так даже Здесь не появлялся Тут Шустрый На Потратил Еще дополнительные Патроны Зря Здесь у нас Шар Так Давайте Теперь Попробуем Проложить Свой маршрут Немножечко В другом Направлении Так В прошлый раз Я пошел Через Спортзал Давайте В этот раз Попробуем А Ну да В принципе Альтернативы Тут и не было Закрыто С другой Стороны То есть Через спортзал Потом Через классы То есть Меня ведут Ведут На убой Ну ладно Что поделаешь То есть Эта дверь Заперта Да Только через Спортзал Можно пройти Через тараканов Интересно Если выключить Свет Они меня учуют Да Похоже На срази Так Стоп Где выход Тараканов От тараканов Сбежать Не так сложно Так Так Здесь у нас Здесь у нас Карточка Да Сейчас мы ее Быстренько Заберем Ну что ж А теперь Испытание В виде Четырех Тел Так По идее Они мне не должны Чувствовать Так сильно Если Девушка Вот Фух Ну вот нахер А это дверь Такая даже Здесь слишком темно Я не могу Посмотреть карту Ох Гарри Так Дверь Дверь заперта Классы Так Мы обошли С другой стороны Так Все отлично Продвигаемся Вперед Ну конечно же Куда ж Блин Без вас То Так Ну ладно Здесь уже почти Место Смерть Пунктом Можно будет Сохраниться Здесь раньше Был Медпункт Да Здесь все еще Безопасно Аптечка Так Давайте посмотрим Что у нас Со здоровьем Пока еще В принципе Нормально все Нечебная Настойка Что-то Написано Хел 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 Кум Кум Каминг Хел Куминг Хел Каминг Наверное От Придлижается Наверное Не имели Ввиду Хел Куминг Наверное Все-таки А не Каминг Так Так Ну здесь Все Да блин Я всего лишь Зашел В медпункт Блин Твою мать Что же Вы тут Все опять Появились Не хочу я тратить Патроны Охренеть То есть Вот так Вот Два удара 8 Ладно Теперь Я знаю Что Здесь Ок Включаем Свет И Вперед Пятая Здесь Двух Завалил И Двух Еще Холик Еще Хоть Так Холик Что Хрен Мимо Них Пройдешь Так Ну Нужно Отпереть Вот Эту Дверь Чтобы Отпереть Нужно Включать Свет Так Ладно Ядрен Батон Тут Еще Один Заперто Блин Отойди Отлично Помните Раньше Здесь Весела Не очень Приятная Картина А теперь Эта Картина Воплотила Жизнь 52 Трупа В ритуальной Одежке И Кто-то Изратился Над диваном Подвесив Его Колючей Проволокой Так Я успел Отпереть Там Дверь Единственное Что я не успел Это Забежать Вестибюль Там Их было Чрезмерно Много Что Это Это Часом Не Дверь Если Это И Дверь Здесь Нет Ни Замочной Скважины Ни Даже Ручки Она Немного Поддается При толчке Она Открываться Не Желает Что Это В центре Двери Есть Узкая Горизонтальная Щель Зачем Она Ну Как Зачем Не зря Жем Тут Карточку Подобрали Так Получается Это Мы Сейчас Обойдем Да Обойдем Вот Дверь Попадем В Туалеты Попадем Коридор Отлично У меня Все Таки Есть Желание Посетить Перед этим Вестибюль По-моему Там Было Что-то Интересное Давайте Попробуем Это Сделать По-тихому Если Сильно С ними Рядом Не Гремит То Они По-иде Меня Не Услышат Отлично Здесь Еще один Маньяк Ходит Сношен Бля Муха Их Тут Двое Полидное Кресло У него Что-то Лежит Это Ампула В середине Клетки С Трупами Так Ну Все Я В принципе Наверное Все Взял Что Хотел Возможно Там Было Что-то Еще Но Я Уже Не Хочу Проверять Там Два Тела Ходят По Кругу Ну Что Welcome To Hell Как Говорится Очень Странно Что Здесь Так Тихо Ну Да Очередная Перегородка Давайте Отопрем Дверь Туалет Туалет Да Кому-то Здесь Было Очень Плохо И Похожий Момент Есть В фильме Кстати Понятно Откуда Они Его Позаимствовали Тело Подключенное Капельницам Это Дробовик Взять Его Конечно Леонард Райен Чудовище Рядом Чудовище Рядом И Что Это Должно Означать Здесь Этот Труп Скорее Сего Означает Одно Его Из Учителей Мы Побывали Только В одном Туалете Второй Туалет Более Интересен Сейчас Вы Видите Почему Это Долгая Загрузка Она Не Просто Так Да Не Хотел Бы Срать В таком Туалете Жесть Как ни Странно Он Никакие Комментарии Даже По этому Поводу Не Дело 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 Что Этот Сортир Перемещает Нас На Второй Этаж Каким-то Чудесным Образом Туалет Транспортер Блин Здесь Здесь У нас Джекпот Патроны 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 Еще раз Патроны Ну Патроны Для Дробовика Мы Припасем Для Босса Этот Кто-то Гремит За Решеткой Достать Я его Не Могу И У меня Тоже Так Таким Вот Образом Мы Возвращаемся На Первой Так Ну Что Наш Путь Лежит Через Учительскую Даже Не Представляю Что У нас Там Может Жать Поэтому Выключим Свет Да Ничего Хорошего Ждать Здесь Опять Не Может Сюда По Этим Звукам Попробуем Блин Тут Еще Тараканы Все Полный Комплект Так Это Я Слишком Темно Карту Не Видно Да А А на Кое Хрена Здесь Вышел Кто Мне Скажет Мне Надо Было Немножко В Другую Дверь Сюда Опять Этот Звук Опять Тараканы Что Там Что Что Лежит Кажется У этого Таракана Что То Торчит Похожее На Член Не Ну Серьезно Возможно Это Его Нос Конечно Ну Или Это Его Шланг Который Высасывает Кровь Патроны Пистолету Кажется Телефон Сломан Три Телефона Три Синих Телефон 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 Это был голос Шерилла, я нужен ей, но как мне ее найти, Шерилл? Да, классический прием фильмов ужасов заставляет вас немножко попереживать. Кстати, в этих коридорах, по-моему, тоже иногда встречаются какие-то вещи. Здесь, по-моему, козел стоит. А, ну понятно, дверь заклинила, отлично. Я надеюсь, эту-то не заклинила, иначе мне вообще тогда идти некуда. Да, здесь явно кто-то есть. Здесь иногда на лавочках лежат вещи, но... Блин, кто здесь? Не вижу. Похоже, был таракан. Да как вы меня увидели-то? Вот, я поплатился за свое любопытство. Хрен, а не вижу. Пойдем лучше на второй этаж, может, тут безопаснее. Так, пора что-нибудь съесть. Чекнем карту. Так, в принципе, с первым этажом все. Единственное, что можно было отпереть дверь. На всякий случай. Ну, что-то мне не хочется возвращаться ради этого. Да, не зря мне не хотелось. Абсолютно бесполезное занятие. Так, ну здесь я всех убил. Которое привело к потере жизни. Ну ладно, вроде еще не так сильно. Так, я думаю, достаю его далеко. А, вон они, где пасутся. Возле самого края. Там, возможно, даже что-то лежало, но я не хочу проверять. Максимум это либо бутылка, либо патроны. И, кстати, в первую очередь лучше всего сходить на крышу, на которую мы раньше не могли попасть. За решеткой можно разглядеть несколько инвалидных кресел и... Опять трупы. Крыша. Опять знаки. Есть небольшая загадка, достаточно простая. Там застрял ключ, мне до него не дотянуться. Нам нужно достать этот ключ. Для этого нужно пустить воду и заткнуть вот эту дыру. Ну и, конечно же, у нас есть предмет для этого. Использовал резиновый мячик. Это вентиль дренажной системы. Хотите его открыть? Конечно. Какая высокодетализированная вода. Самая проблема теперь этот ключ найти. Но логически его надо искать, понятно, где-то в сливе. В дождевом сливе. Ладно. Куда нам направиться? Сходить сразу за ключом? Класс музыки и склад. Так. Либо идти через А5 классы, либо идти на склад. В раздевалке, насколько я помню, есть ключ. Наверное, тогда стоит сначала сходить в разделалку. Да, классы. В классах, как всегда, неспокойно. Даже очень неспокойно. Гарри, блин, ну куда ж ты автоприцел свой наводишь? Нет. Нет, Гарри. Живи, Гарри. Хэштег, живи, Гарри. Ещё один удар, и мне вы. Стал кришка, ладно, даже сажу, даже аптечку. Так, что-то мне не понравилось этот класс, давайте. Может, сходим в какое-нибудь другое место. В принципе, этот класс можно обойти, я думаю. О, бутылка. Я же говорил, что на этих скамейках иногда что-то стоит. Так, ладно, выключим свет. Пробуем обойти этих засранцев. Я не помню, есть ли там что-то. По-моему, нихрена тут нет. Да. Лучше убежать. Нет, ничего лучше, чем качественно спланированного побега. Так, судя по звукам, здесь никого нет. Но есть патроны для дробовика. Так, мы почти добрались до нужного наместа. Так, ну вот нафиг. Да, здесь не легче похоже. Да, замок заклинило. Еще и тараканы. Полный комплект. Этот таракан меня хочет срать, что ли? Да, блин. Откликается на него. Камер, поверни. Чертов таракан. Да не кипишись ты. Это жесть. Да ну тебя нахрен. Все патроны на него потратил. Так, что у нас тут со здоровьем-то? А с патронами? Ну, кстати, хорошо, мне в прошлый раз надавали патронов, поэтому нормально. Жить можно. И раздевалка, дубль два. Да. Судя по этим кровоподтекам, ничего хорошего у нас там не ожидает. Внутри ничего нет. Помню, когда первый раз я играл, я в этом месте реально очканул. Такой момент как бы напрягает сначала, ты ждешь, что сейчас что-нибудь из этой выпрыгнет. Из этой кабинки. Такой, фух. Только расслабился, ибо... Японцы умеют. Ключ от библиотечного фонда на втором этаже школы. Я обнаружил его в раздевалке. Похоже, это был библиотекарь. Ну что ж, ребят. На этой веселой ноте мы заканчиваем сегодняшнюю часть. Я пошел отдыхать, спать, лечиться. Надеюсь, вам понравится эта серия. Ну а с вами был Голодный. Всем пока-пока.